Глава двенадцатая. След золота, полеты и старая гвардия. Часть вторая. Когда минуты ожидания показались для Вана вечностью, Диксди возникла над отрядом и гулка спрыгнула на землю, сожив крыльев пари метров над нею. А вокруг ничего из того, что могло бы насторожить. Отдышавшись, проговорила она. Конечно, несколько раз Сограничитель повел себя странно. Стрелка щелкнула, и символ погас до того, как Диксди успела рассмотреть его значение. Посчитав это не столь важным, она не стала даже упоминать об этом. Вся долина похожа на кратер. Если набрать высоту, скажем, выше уровня облаков, это становится заметно. А это штука. Она махнула крылом в сторону названного некрополем строения. Эта штука находится в самом его центре. Все же, Армос, поделитесь с нами, чем я и Ван можем оказаться тут полезными. Диксди смотрел на единорога прищуренными янтарными глазами, машинально поправляя сползающую лямку сумки. Магические механизмы, система безопасности, ловушки, древние артефакты. С каждым словом, в ней явно ощущался восторг первооткрывателя. Скорее всего, именно так горели глаза и часто било сердце у тех пони, обнаруживших в джунглях брошенный храм предков, загадочные строения древних племен или удивительное культурное наследие первых магов Эквестрии. Блэк хитро улыбнулся, их спутница вела себя вовсе не как прожженная и видавшая многое на своем веку приключенка, для которой важна была, прежде всего, сумма оплаты и риски. Ее переполняло любопытство, и эта земнопони нравилась. Ему вообще нравились те, кто не терял ощущение первооткрывателя и умел удивляться. «Да она просто чудо», — заметил он, когда Пегаска оказалась рядом, мягко спустившись на землю. «О, вижу, что ты на нее глаз положил. Хвост во сне побрею!» — заметила та, но в тоне ее голоса явно ощущались нотки веселья. «Да, ты прав. Она уже просто готова сунуть свой носик куда угодно, лишь бы там оказалось все выше перечисленное. Я уже думала, мало кто сохранил способность радоваться таким мелочам. И все же она права. Слишком идеально торчит этот некрополь. Будто не его построили в долине, а долина появилась вокруг него. Наш лидер цедит информацию в час по ложечке для мороженого. Это меня слегка беспокоит». «Ловушек как механических, так и магических там явно в достатке. Не удивлюсь и символьной магией». С этими словами Армас многозначительно посмотрел в сторону Воронова. Все возможно. Некрополь, скажем, не слишком обычен. Точнее, совсем не обычен. По свиткам и сохранившимся записям. Он был возведен очень давно, а в рассвет Кристальной Империи и до самого ее исчезновения тут с почестями провожали в лучший мир как правители, так и чародеев того времени. Сами понимаете, уже одно это может быть причиной множества сюрпризов. Не буду удивленность, там окажутся те, кого называют скрипунами. Хотя это сказки для жеребят. Куда вероятнее шанс найти големов. Тех самых описанных в скрижалях о войске Сомбры. «Найт Мирмун тоже была сказочкой. Все помнят, что в итоге случилось», — заметила Алиарин. При слове «големы» Дигзи заинтересованно посмотрела по сторонам. Словно это подсказало ей, на что обращать внимание в первую очередь. «Правители и чародеев». Она нахмурилась, но в ее памяти не было ничего, что могло бы внушить трепет и уважение перед этим местом. Тут еще могут быть те, кого оставили сторожить это место. Я читал немного о строении големов. Было бы интересно найти хотя бы одного из них. Еще лучше работающего. «Найдешь одного — крикнем погромче. Я буду первый, кто покинет это место, а ты можешь обниматься с этим наследием прошлого сколько хочешь». В голосе Пегаски скользнул металл. «Прости ее. У нее не слишком приятные воспоминания, и она не разделяет твои радости». Блэк встал между удивленной синей пони и отвернувшей мордочкой в сторону Алиарин. «Хотя я до сих пор думаю, что это была проделка того черного археолога. Он просто подстроил обвал, и это была обычная падающая статуя». «А я говорю, эти штуки опасны даже в одном количестве. Нам всем тогда повезло, что упавшая колонна вынесла эту дрянь на нижние этажи. А это... это с такой беспечностью желает встречи с этими бездушными предметами древности». Пегаска фыркнула и направилась к лагерю, оставив Диксди в изумлении, а Блэка с виноватым выражением мордочки. Армос был прав. Они опередили снежных псов на несколько дней. В лагере их встретили удивленные пони и утомленные безделием хаски, на которых повесили в основном не сильно важную работу — подготовку к основным земляным работам. По периметру уже было сделано несколько неглубоких раскопов для определения глубины залегания стены строения и для примерной оценки культурных слоев. Что и говорить, тысячелетия назад это сооружение явно возвышалось над землей куда сильнее, чем сейчас. Если бы не природный талант псов, работы растянулись бы на недели. Одна проблема — хаски не любили это место. И с их стороны то и дело слышались недовольные возгласы. Вокруг потенциальных мест, где мог бы оказаться вход, были сделаны небольшие подкопы и расставлены колышки с пронумерованными флажками. Все значимые находки находились под непромокраемой тканью возле палаток, но то, что вызывало восторг у археологов, не слишком интересовало Дигзди. Черепки кувшинов, куски статуй, некогда украшающих купол этой постройки, немного ржавых наконечников стрел — все это выглядело для нее скорее мусором. Задержалась она лишь возле небольшого щита, пытаясь разобрать показавшийся смутно знакомым символ. — Интересуетесь историей? Никогда прежде не видел вас тут! — Единорог с красным шарфом вокруг шеи появился из палатки, словно его вызвал неслышимый звонок. — Хотя если вы с лидером экспедиции, это поясняет, почему он потратил столько времени в кристальный. — Вы довольно занятно выглядите. Ах, просите, я, кажется, вас задел? — Нет, этот щит. Дигзди посмотрел на него под другим углом. Знак не менялся, он определенно был похож на один из инитиумнарских, но был выполнен грубо и выбит в металле наспех. — О, вижу наметанный глаз любителей старины! Лесть была коньком этого единорога наравне с отсутствием способности отличить интерес к находке от интереса к какой-то особой ее части. — Мы нашли его у самой стены, приколоченным парой гвоздей каменной кладки. — Ах да, мое имя Бессом. Пёрпл Бессом. Я отвечаю за осторожное изъятие реликтов прошлого до того, как когти этих невежд испортят очередную бесценную вещь. Последнее слово он сказал с негодованием, посмотрев на роющих очередную яму псов. — Земля, кажущаяся ледяным монолитом, комьем летела у них из-под лап. — А вы, судя по одетым на вас древним украшением... — Нет-нет, не подсказывайте, я угадаю. Вы переводчик с мертвых языков. Радостный от своей догадки Бессом ткнул в ее сторону небольшой, зажатый в телекинезе кисточкой. — Я прав. Я артефактор. Дигзи уставилась на покачивающееся орудие археологии, едва не чихнув от полетевшей по воздуху пыли. — О-о-о, артефактор! Артефактор! Единорог перебил рал в уме школы и университеты, в которых готовили бы таких специалистов, и под конец радостно засеял. — А-а-а, понятно, Контерлодский отдел предметной магии при Ордене. Мисс, это огромная для меня честь — стричься с кем-то оттуда. Про специалистов артефактории ходят легенды, а теперь я вижу, что они в половину не так правдивы, как реальность. Полагаю, для вас не будет трудностью определить этот редкий артефакт, лишь взглянув на него. Перед Дигзде оказался цилиндр, покрытый ржавчиной, потерявший половину из медных дорожек, нанесенных на него с боков. Ни знаков, ни надписей, вообще ничего на нем не было. Синяя пони покачала головой. Предмет был интересен, но пострадал настолько, что даже стилус вряд ли бы смог вытянуть достаточно информации о его предназначении. — Боюсь, вы ошибаетесь. Я не имею отношения к тому, о чем вы так восторженно говорите. Простите. — В ее тоне скользнуло сожаление, но Единорог от этого засиял еще сильнее. — Ну так это же замечательно! Знаете, никто мне не верит, но я... Единорог заговорчески наклонился вперед и заговорил тише. — Я думаю, есть что-то намного выше ордены их отделов, тайные сообщества археологов и специалистов древности. — Наш лидер группы Армос, я полагаю, именно из таких. И раз вы пришли с ним, то явно окажете неоценимую помощь в раскопках и познании тайн прошлого. Все считают меня немного чудаковатым. Однако я просто уверен, есть кто-то, успевающий пробраться в самые закрытые памятники прошлого задолго до того, как археологи вроде нас успевают туда войти. А этот комплекс стоит тут нетронутым тысячелетия. — Да-да, тут никого не было до нас. Ума не приложу, как ему удалось найти это место. Дигде слушала единорогов полуха. Ее привлекал силуэт карабкающегося на самую вершину вана, упорству которого можно было позавидовать. Вороной взбирался наверх, прихватив из походной столовой довольно тупой нож. Толстое лезвие и тяжелая рукоятка, рассчитанная напреку земнопони, нож идеально подходил на роль временного инструмента. Конечно, в сумке лежало кое-что более подходящее, но тратить свои запасы на простое заклинание было бы глупо. Хотя, будь то Дигзди, он бы, конечно, продемонстрировал свои особые предметы символьного мага. Ван замечтался о покачивающейся из стороны в сторону кьюти-марки Синепони и едва не свалился назад, наступив на шатающуюся каменную панель. Весь купол этого загадочного сооружения был выложен из немного согнутых плит, подогнанных друг к другу настолько плотно, что в зазорах не оставалось места даже для вездесущего мха. И все же кому-то удалось выковырять немало панелей, обнажив новый слой точно таких же, но ниже. Эти шли уже под другим углом, и Ван не удивился бы, если бы там оказалось еще несколько десятков таких слоев. Кто бы ни строил это, он прекрасно знал о способе рассеивания удара. Этот купол выдержал бы даже попадание метеорита. Слишком уж мощное сооружение для банального некрополя. Что же ты тут хочешь раскопать? Буркнул Ван, вводя линию за линией, проклиная погрешности за счет кривизны купола. В небольших кружках разместились первые из символов. Их следовало бы отрисовать точнее, но камень не везде позволял лезвию оставлять следы, поэтому Вороной ограничился необходимым минимумом. — Скрипуны, — говоришь. — А ты, Арма, слишком спокойно это сказал. Вороной продолжил рассуждать вслух, вглядываясь в бегающие по линиям искорки. И то, что они показывали, ему не особо нравилось. Внизу виднелась темная фигурка спутницы, вышагивающей от одного волона к другому. Отвязавшись от Бессама, Дигзди отправилась рассматривать местность вокруг купола. На снегу виднелись следы мелкой живности, и все они обрывались у некоторой границы вокруг купола, словно пересечение ее вызывало у них панический ужас, и они, развернувшись на месте, убегали, забывая дорогу к этому месту. Впрочем, внимание синий пони привлекло не это. Она остановилась напротив одного из темных камней, торчащего из земли, как и множество его собратьев, разбросанных вокруг некрополя. Бегло оглядев его, она обернулась. Все занимались своими делами. Ван что-то делал телекинезом на крыше купола, остальные шатались по лагерю от палатки к палатке, другие заготавливали деревянные конструкции для более глубоких раскопок. Момент был достаточно удачен. Короткий удар, и два различимый рисунок осыпался на промерзшую землю мелкими осколками, в которых угадывались контуры чего-то круглого. Вздохнув с облегчением, она направилась к куполу, пытаясь понять, чем ее спутник там занимается. По пути она вспоминала слова о правителях, и отчего-то образ кулона, подаренного Вану, снова всплыл в ее памяти. Достав из сумки книгу, она стала бегло просматривать страницы, делая закладки и продолжая искать дальше. На одном из разворотов мелькнуло существо, состоящее из бревен, корней и кусков каменных валунов, подсвеченных болотного цвета сиянием. Возможно, цвет был другой, но страницы выцвели, и угадать, как именно покрасил иллюстрацию автор книги, было сложно. Дигзи обернулась, сравнивая камень с иллюстрацией, и покачала головой. Это явно было не то. «Что значит скрипоной?» Задала она вопрос, и едва Армус показался рядом с парой колышков. Янрок внимательно осматривал стену и втыкал сошки именно там, где узор камня хоть как-то отличался от остальных. До того, как пони стали праздновать ночь согревающего очага, считалось, будто незавершенное дело или сильное желание могло... Армус начал издалека, то и дело покачивая сошкой перед собой, вычерчивая острым концом замысловатой фигуры. Скрипунами называют оживших после гибели пони. Сухо и сжато закончил вместо единорога ван, длинными скачками спустившись вниз. Оказавшись рядом с Дигзи, он отряхнулся от снега. И, что забавнее всего, внутри предостаточно следов их пребывания. Если на верхних этажах их нет, то вполне возможно мы встретим их ниже. Хотя мне стоило понять это еще до того, как стал туда взбираться. Ни одного сорняка, даже мха нет. А я-то думал, что вас потянуло на откровенности тогда, по дороге к лагерю. — Брррфу! На мордочке Дигде отразилось явное отвращение, усиленное всем тем, что она успела себе вообразить. — Как такое вообще может быть? — Если бы ваш бестактный спутник меня не перебил, я бы рассказал это куда мягче. Невозмутимо пожал плечами Армас и, найдя нужное место, вотнул колышек в землю. Это правда. У северных племен пони в те еще времена, когда к ним не пришли величественные и познавшие магию единороги, ходило поверье о вернувшихся из опустевших селений пони. Они хотели домой, хотели тепла и хотели есть. Все это становилось их единственной мыслью и целью. Итог, по-видимому, был плачевен. Они приходили назад, но это уже были не те, кого знали родные, а чудовища, способные нести лишь страх и разрушение. И все же, замечу, это лишь глупые легенды времен, когда в Эквестрии зима приходила не по велению пегасов, а по желанию бессердечных тварей по имени Виндиго. А они желали лишь одного — вечной зимы. Синяя поня поежилась, поджав крылья. История, даже будь она просто легендой, оказалась отвратительной. Смотрю его, совсем не смущает мысль о превосходстве единорогов над всеми другими. Заметил Вороной, провожая взглядом Армоса, сующего свой нос в каждую ложбинку и сметающего телекинезом снег с показавшихся интересными панелей купола. То, что он рассказал, правда? Лезвие рога смотрел туда же, куда и Вороной. Ну, в общих чертах, да. Никто толком не знает, что с ними случалось на самом деле. Даже не сильно уверен в том, что показанная символами правда. Я изучал это лишь в теории и вовсе не ожидал увидеть такой результат тут. Быть может, это какая-то магия или вообще другие существа. Древний мир, судя по сборникам легенд, населяло множество порождений заклинаний. Возможно, легенда появилась из таких вот неприятных встреч с потомками удивительных попыток магов подарить пони стойкость, способность переждать тяжелые времена и выживать в опасных условиях нападения тварей Стартера. Хотя Виндига были на самом деле. Они захватывали земли, погружая их в вечную зиму, пока трем смелым пони не удалось их прогнать из эквестрии. Это была единорожка Пегаса Земнопони, каждая из которых поняла, как важно быть вместе и дружно делать одно дело на благо всех трех раз. Ты что, не читала эту удивительную сказку о ночи согревающего очага? Дигзди покрутила мордочкой стороны в сторону. Вот доберемся до библиотеки, я тогда тебя просвещу. Наставительным тоном заключил вороной и улыбнулся. Это отличная и добрая история. Алиарин и Блэк встретились им по пути в лагерь. На мордочке Пегаски блуждала загадочная улыбка, да и земнопони был явно в приподнятом настроении. Мы это... пойдем осмотрим долину на предмет... Эээ... Пони подбирал нужное слово, словно затея только что пришла ему в голову. Эээ... секретных ходов и пещер. Да, тут обязательно должны быть спрятанные от посторонних глаз ходы и пещерки. Закончила фразу за него Пегаска и потянула в сторону скал. Отчасти позавидовав этой неугомонной парочке, вороной вздохнул. А ты случайно не видела тут? Секретные ходы с пещерками? Дигзди удивленно уставилась на вороного, приложившего копыта к мордочке. Эээ... нет... Просто подходящую для полета в скалу. Не на самом виду, конечно. Пока есть время, я бы не отказался от возможности размять крыло и хотя бы попрактиковаться в планировании с возвышения. Случившееся в Кантерлоте и встречные на пути каньоны вновь разбудили в нем мысли, откладываемые на потом. Ладно, неумение летать и еще куда не шло. Но хотя бы просто держаться в воздухе подобно бумажному самолетику становилось уже необходимым умением. Дигзди оглянулась по сторонам. Сверху долина была как чашка, лишь в некоторых местах зубцы скал накренились от времени или под собственным весом обрушились к центру. Именно там, насколько это было видно во время полета, торчала немного вытянутая и похожая на трамплин скала. В той стороне я вроде видела подходящий уступ. Немного рассеянно, ответила она, время от времени поглядывая в сторону удаляющихся спутников. После владений каменных ящеров, Алярин какая-то странная. Я, конечно, половину пути проспала и не особо помню, как мы покинули их, но она интересовалась моим амулетом и уточняла насчет его свойств. Говорила что-то про объятия. Шагающий рядом вороной удивленно покосился в сторону синей пони. И я не понимаю ее. Дигзди смутилась и вильнула хвостом из стороны в сторону, оставив на снегу несколько полосок от кисточки. И, кажется, она считает нас парой. Ну, мы путешествуем вместе, так что... Но это не звучало как-то необычно. О, принцессы! Вороной посмотрел на небеса. Там небосклон готовился стать ночным и сквозь редкие тучки винились первые звездочки. Разумеется, принцесс, способных дать ему бесценный совет или разрешить ситуацию, как-то иначе не было. Все зависело от его слов, верно подобранных и сказанных этой пони. Вороной повернул голову в сторону беззаботно вышагивающей спутницы. Та жмурилась, предвкушая полеты и вообще хорошее времяпровождение. — В общем-то, Пегаска имела в виду, ну, тонкости культуры, — высказал предположение Диксди. И в ее глазках сверкнул огонек понимания. Я читала все о Пегасах, но, кажется, столько лет, столько всего поменялось, что мне сложно понять все их традиции. Эм, я имел в виду... А, забудь просто ее слова. Она по-другому смотрит на жизнь и, возможно, просто что-то не так поняла. Я поговорю с ней позже. Вороной махнул копытом. Вдаваться в тонкости культуры пернатых, особенно вставших на путь искателей приключений, ему не хотелось. В целом это было логичным и мало кто осуждал тех, кто сознательно поставил свою жизнь на путь риска. Многие из искателей крупиц прошлого не возвращались назад, а потому наслаждались жизнью на полную, не ограничивая себя без лишней необходимости. В том числе и в проявлении симпатии. Димикорн медленно шагала рядом. На ее озадаченной мордочке отражалось искреннее непонимание. Нинтарный камень на груди и в стальной оправе тихо звякнул цепочкой, чем привлек внимание Воронова, и это не осталось незамеченным для Дигзди. Это замечательный амулет. Его создали не только для жизни в холоде, но и для почти получаса нахождения в помещениях, где температура настолько низка, что граничится смертельной. Она прикоснулась к висящему на груди артефакту и тихо цокнула по камню. Тот негромко звягнул и на мгновение стал ярче. От ее тела разошлась волна тепла, и снег под копытами стал таять. Правда, в сопровождающем его свитке было написано о парном комплекте. «Их всегда носили двое. Вместе. Но второго я не нашла, обыскав весь форт. Если долго носить его, не снимая и не активируя...» Дигзди улыбнулась. Развернувшись на месте и повторно цокнув по камешку амулета когтем, она быстро подошла к ванну, слегка оторопевшему от неожиданности. Крылья цвета пасмурного неба распахнулись и обхватили Воронова в теплые объятия. От бархатистой поверхности шло тепло, переходящее в жар. Успевшая намокнуть от снега накидка, выдохнула клуб пары и стала сухой. «Ого!» — выдохнула Вороной, рассматривая сияющие в потоках горячего воздуха глаза спутницы. Та наклонилась вперед и прикоснулась носиком к его шее, медленно выпуская ленточку пара между губ. Жар медленно стихал, и вместе с ним гасли вспыхнувшие на крыльях прожилки. Уже просто теплая и смеющаяся Дигзди выпустила изумленную Воронову из своих крыльев. Это функция принудительного выравнивания магии. Предотвращает сильные вспышки через сброс излишков в любое живое существо, лишь бы оно было рядом и не убегало. Она перестала смеяться и потянулась. А Леорин, видимо, была рядом, когда мне потребовалось сделать это. Хотя подошел бы любой зверек или даже дерево. До Воронова медленно доходило понимание произошедшего на выходе из подземных владений ящеров. Если старшая провернула такое с пегаской, то явно могли прийти в голову всякие мысли. Да что там, он сам едва не утонул в фантазиях, совсем неуместных в этот момент. Дигзди ковыряла землю кончиком копыта. Хотя, наверное, на дерево она обидится и не станет разговаривать со мной. Димикорн снова смотрела в сторону скалы, до которой оставалось всего ничего. Да и на зверька обидится, тем более. Ну, на дерево и я бы обиделся. Вороной стряхнул с себя очарование момента и растерянность от произошедшего. Интересная штука. Тепло от него это побочный эффект, превращенный в достоинство. Эмммм... Дигзи задумалась, вспоминая описание артефакта. Оно было довольно коротким, снабжено картинками и, видимо, выдавалось вместе с предметом каждому димикорну, вступившему в возраст, позволяющий отправиться на поиски жеребят в ледяной пещере. Вообще-то это его единственная функция. Балансировка осуществлялась за счет дуальности предметов. Сейчас он просто нестабилен. — Постой. Это тот самый артефакт для того дня жеребят, о котором ты рассказывала? Вороной вспомнил разговор в поезде. — Да. Это артефакт для димикорнов, отправляющихся в пещеру, полную страшного холода в поисках жеребенка. Любой без этого предмета превратился бы в осколки льда в считанные минуты. Он лежал в закрытой шкатулке вместе со свитком инструкции. Там подробно описывался сам ритуал, срок действия артефакта в критических условиях и многое другое. Потребовалось немало времени, прежде чем не удалось заставить его работать. Дигзди вышагивала по покрытым снегом камням, оставляя за собой ровные отпечатки копыт. Артефакт нашелся в одном из столов дальних комнат. Она редко ходила туда, и большая часть помещений форта покрылась паутиной и пылью. Шкатулка с ним лежала в выпавшем ящике стола, наполовину засыпанная и слевшей бумагой. Сухой воздух постарался над деревянной крышкой, сделав надписи на ней совершенно неразборчивыми. Скорее всего, он был подарком, но кому именно, Дигзди не знала. Даже с ним ущерб от пещеры холода был так велик, что Димикорн мог войти в нее повторно лишь спустя десятки лет, когда тело придет в себя. По сути, он влияет на магию в моей крови, заставляя ее гореть. Без этой штуки жизнь в северных горах была бы очень унылой, но... Только не говори, что и от него тоже есть какой-то вред. Смотрю, какой артефакт ни возьми, что-то плохое может случиться. Если не учитывать те или иные правила. Варной фыркнул и покрутил мелкий камешек телекинезом. Отпущенный, он ускакал в сторону скалы, сдавая мелодичное постукивание. Эта штука не взорвется? Ну, так как у меня остался один экземпляр, я не нашла другого способа компенсировать нестабильность, кроме как ограничить его мощность несколько раз. Это было просто и все же. Она прижала к груди копытца. Он отзывает с неприятным ощущением тут. Скала приближалась с каждым шагом. То, что издалека выглядело как трамплин, оказалось куском накренившейся горы, часть которой была разворочена ударом чего-то массивного во времена, когда эта долина только образовалась. Покрытая мхом и редкими кустарниками выемка превращала скалу в морду хищной рыбы, раскрывшей пасть для нападения, наполовину высунувшись из земли. Идеальное место для практики вдали от любопытных глаз. Ван назвал это место Акулинос и усмехнулся. Интересно, есть ли это место на картах и как оно называется там? Дигзи шла рядом. Вокруг царила тишина и спокойствие приближающегося вечера. Долина, несмотря на жутковатое наследие прошлого в центре, казалась спящей лишь позади еще виднелись суетящиеся фигурки археологов Пони и помогающих им мохнатых хаски. Обрывки разговора вкрутились у нее в голове. Жутковатое описание скрипунов, упоминание которых заставило вздрогнуть ограничитель и пробудить внутреннеприятное чувство. Дигзи не понимала, что именно она ощущает. Это была смесь отвращения, страха, граничащего с яростью. И какое-то холодное ощущение, словно к шкурке прижимался клинок. Виндиго. Она слышала уже это имя. Случайно послушав разговор наставниц, но те перестали обсуждать эту тему, едва заметили ее. Вскоре ее мысли скользнули в другую сторону. Достав из сумки книжку в слегка потрепавшейся мягкой обложке, она перелистнула несколько страниц, решив уточнить значение некоторых изображений. А для чего используется поцелуй? Внезапно задала она вопрос, осторожно показав иллюстрацию вороному, едва не спотнувшемуся на ровном месте. Ну, это проявление симпатии. Когда пони нравятся друг другу, замявшись отозвался он. А к чему такой интерес? Та пегаска упомянула, будто я хотела ее поцеловать. Дигзи перевернул несколько страниц, рассматривая картинки под текстом. Разве это было похоже? Вороной с трудом унял попытавшиеся вздернуться вверх крылья, вспомнив нежное прикосновение жарких крыльев Димикорна. Но если ему хватило так-то не говорить об этом вслух, то, видимо, пегаска была не из таких. Ох, умеешь ты вопросы задавать. Давай иначе. Димикорны же как-то проявляли привязанность или симпатию? Ван хитро улыбнулся. Ну, вообще-то испытывать привязанность кому-то, кроме артефактов, было не принято. Дигзи вздохнула и положила книгу назад. Вопрос заставил ее вспомнить время с наставницами. Я слышала историю, как один из наставников, желая произвести впечатление, на главу седьмого поколения в одиночку отправился в молнивые пещеры. Сразившись с огромным подземным чудовищем, он принес колонну из мерцающего камня и вырезал из нее статую. Это была красивая история, и пересказывали друг другу, когда проходили мимо нее. Кто-то даже считал, что она приносит удачу в поисках редких камней или наследия нашего народа, если прикоснуться к ее груди носом. Но делать так мордочками, как нарисовано в книжках, это необычно. Откуда у тебя вообще эта книга? Я уже не первый раз вижу, как ты тайком читаешь ее. Вороной едва успел прочитать надпись на обложке «Этикеты жесты», «Как вести себя в обществе». Более раннюю версию он видел в Зеброграде, отменно веселясь с советов по общению с жирафами, ровно до тех пор, пока они все не оказались правдой. Ну, мне дала ее единорожка в Академии Пегасов. Ушки Дигзи вновь заторчали. Сказала, что мне будет полезно с этим ознакомиться. Но многое записанного там ужасно. Например, наклонять голову так, чтобы кончик Рога указывал в землю. И что в этом такого ужасного? Уняв крылья, вороной искренне заинтересовался ходом мысли своей спутницы. Скала была еще далеко, и времени поболтать было предостаточно. Склонить голову перед правителями единорогу подписывалось случай, если его титул был ниже. Считалось, будто использовать магию в таком положении не так удобно. И это приравнивалось к смиренности и доверию. С момента, когда для использования магии перестал быть необходим зрительный контакт, а было достаточно лишь помнить расположение предмета, этот жест потерял свой скрытый смысл и превратился в элемент этикета. За последние пару сотен лет он и вовсе упростился до легкого кивка и преклоненного колена. — Этот жест обозначает... — тихо ответила синяя пони. — Вызов на бой главы поколения. Но это было запрещено по соглашению глав всех поколений. С тех пор поколение возглавлял следующий по силе и мудрости после главы предшественника Димикорн. — Значит, поэтому Форд назвал тебя главой девятого поколения? — марш заметил Ван. — Кроме тебя больше никого не было? — Да. — Дигзи вздохнула. — Получив этот ограничитель, я обрела все права, какими наделялась глава. Хотя я не знаю, в чем они заключались и что это мне дает. — Уверен, тебе удастся открыть и эту тайну, и многие другие. Вороной ободряюще улыбнулся, но едва он дошагал до кончика скалы, его улыбка погасла. — А-а-а, тут жутковато. Он глянул вниз, и в ногах появилась предательская дрожь. Тень от каменного утеса отдалила землю и создавала ощущение пропасти. Так, может быть, поищем место пониже? — Приятного аппарата.